Добрый вечер, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас на портале Православь Татарстане. И в гостях у нас сегодня митрополит берлинский и германский Марк. Добрый вечер, Владыка, благословица! Благословица, благословица! Владыка, не все, не все те, кто нас сегодня смотрят, конечно, знают, что такое русская православная церковь за рубежом, ну, так глубоко, что это за митрополия, епархия берлинская и германская. И, конечно, интересно и с вами познакомиться, потому что вот как так получилось, что коренной немец из семьи музыкантов, преподавателей оказался не только в орбите русской православной церкви, но и принял монашество и подвизается сейчас вот в этом подвиге. Ну, русская и зарубежная церковь была основана в 1920 году, сто лет назад, по указанию патриарха Тихона с тогдашним высшим церковным советом, что, который там был издан указ, по которому все части русской церкви, которые были вне достигаемости советской власти, должны были сами собой управлять. Так была основана зарубежная церковь, которая охватила беженцев, эмигрантов на всех континентах. В Европе, в Азии, в Китае, в Австралии, Америке и так далее. Везде действовали наши приходы. Тогда центральное управление, ну, самые первые месяцы центральное управление нашей церковью было в Константинополе, и очень скоро оно переехало в Сербию по приглашению сербского патриарха, который был учеником нашего тогдашнего первого иерарха, митрополита Антония Храповицкого. Он пригласил нашу церковь в свою летнюю резиденцию в Сербских Карловцах. И так наша церковь управлялась оттуда вплоть до, почти до конца Второй мировой войны. Тогда пришлось оттуда бежать через Чехию. Церковь, то есть Синод, сперва приехал в Мюнхен, и в 50-м году Синод переехал в Америку. Потому что в те годы все боялись, что советская власть может охватить и всю Германию, или вообще Западную Европу. И поэтому бежали все как можно дальше. С 50-го года Синод в нашей церкви находится в Нью-Йорке, и там встречаемся на все архиерийские соборы, Синод там встречается регулярно и так далее. Что касается меня, то я молодым студентом принял православие, я изучал словистику, и в связи с этим очень много еще до учебы в университете я встречался с русской эмигрантской молодежью. Я жил во Франкфурте, где была очень активная группа русских эмигрантов, и с ними в какой-то момент стал ходить в церковь. Фактически связь с ними установилась через церковь, потому что в какой-то момент в газете было объявление, что русский священник будет читать доклад о русской церкви. Ну, я помчался туда, и после доклада обратился к нему и спросил его, не может ли он меня познакомить с некоторыми молодыми людьми, потому что у меня был хороший опыт, что я английский выучил очень-очень быстро, просто через общение с молодежью американской. И так батюшка меня действительно пригласил в следующее воскресенье в церковь и познакомил меня. Там, из того момента я общался с этой молодежью много. И потом учеба в университете, где я, в частности, изучал древнерусскую литературу. Мой профессор Шижевский был специалистом по древнерусской литературе. И так наткнулся, конечно, и на жития святых, на творения отцов, и, в частности, на Нила Сурского, после чтения которого для меня было ясно, что я буду монахом. И, ну, я закончил свою докторскую работу, потом преподавал. И 11 лет я преподавал в разных университетах. И потом уже в это время, то есть во время преподавания, я каждый год ездил на Афон. Приблизительно 5 месяцев каждый год я проводил на Афоне, потому что как преподаватель я имел 2 месяца весной свободных от преподавания и 3 месяца летом. И все это время обычно я проводил на Афоне. И хотел поступить там, в монастырь, но греческие полковники не давали иностранцам поступать. И поэтому я оказался уже в Германии, остался в Германии, и там начал впоследствии монашескую жизнь. И в какой-то момент, да, когда стал вопрос о моей архиерейской хиротонии, мои тогдашние 2 архиерея, которые были в Германии, поставили условия, чтобы я остался в Германии, чтобы мне пришлось снова послать русскоязычного архиерея, который плохо владел немецким языком, а чтобы мог уже коренной немец тут общаться с народом и в церковной жизни, и с властями, и так далее. И это мне обещали. И тогда также мое условие при дохиротонии было, что я буду жить в монастыре, потому что я говорил, что я не отказался от мира для того, чтобы быть архиереем, я отказался от мира для монашества. И так это мне так и разрешили. У нас был один монастырь, в котором на то время жило 2 послушников, 2 послушников свыше 70 лет и один престарелый архиерей, совсем немышленный. Так мы приехали в 80-м году с двумя послушниками. Я приехал туда. Эти 70-летие больше послушники сразу же сбежали. Архиерея, мы за ним ухаживали до конца его жизни. И так постепенно, постепенно набиралось к братьям. Мы в монастыре занимаемся тем, что монастырь наш всегда был известен как типографский монастырь, исходя от святого Иова Пачаевского. И этим занимаемся после день мы издаем журнал на двух языках, то есть два параллельных журнала на русском и на немецком. И они в двухмесячном ритме выходят. Печатаем книги. Раньше много печатали по-русски и посылали нашу продукцию в Россию. Теперь, наоборот, мы покупаем в России книги, частично те, которые мы раньше печатали. И теперь печатаем больше на немецком переводы. Например, мы издали все службы на первую седмицу Великого Поста и на страстную седмицу на каждый день. Это все издано по-немецки в нашей типографии. Вот. Служим ежедневно. Полный круг богослужения. И я, значит, перенял епархию, которая в то время выглядела так, что через 10 лет, я многим так и говорил, через 10 лет будет максимум половина тех приходов, которые я принял, потому что они были вымирающие. Старые эмигранты вымирали, новых, мало кто приходил. И таким образом можно было считать, что очень скоро половина епархий закроется. На самом деле произошло наоборот. Через 10 лет в 90-м году открылись границы. Люди стали приезжать из России. Особенно стали приезжать так называемые русские немцы, которые при Екатерине Великой уехали из Германии в Россию, на Вогу. Но потом советская власть их послала в Казахстан, Киргизию и так далее. Оттуда они приехали. И снова стали наполняться наши храмы. Мы на самом деле не только не закрыли ни одного прихода, наоборот, постоянно открываем новые приходы. Там, где только можем, у нас возникают приходы. И теперь многое получается наоборот. То есть к 90-м годам мы уже во многом перешли на немецкий язык в богослужениях. Теперь наоборот. То есть начиная с 90-го года мы все переруливали на другое, в другую сторону, опять на церковнославянский. И мы в... Однако мы предвидим, что через какое-то время наша молодежь уже не будет так особенно хорошо говорить, вводить русским языком. так что придется опять больше форсировать немецкий. Это естественное явление. Мы сами стараемся теперь пополняться из своих рядов. Мы не можем принимать священников из России целым, потому что каждый священник в нашей епархии должен быть двуязычным. Молодежь во многих случаях уже плохо говорит по-русски, поэтому исповедоваться они потом, ну, дети, которые сейчас растут, уже не могут так свободно исповедоваться по-русски. Поэтому знание языков совершенно необходима в наших условиях. Мы совершаем часть богослужений по-немецки, скажем, в каждом приходе читаем апостолы и евангелия на двух языках, и часто приходится и проповедь сказать на местном языке и так далее. То есть везде эта двуязычность это совершенно необходимое явление в нашей жизни, вообще в Европе и в Америке. Вадык, вот вы сейчас проговорили несколько таких очень важных тем, и знаете, хочется спросить, как в православие приходят там, за границей, ведь там очень такой пестрый выбор довольно различных религиозных течений, в том числе и христианских. Почему люди выбирают православие? выбирают люди, которые серьезно относятся к вере. Приходят к нам протестанты бывшие и католики, приходят и люди, которые никакой веры не имели до этого. Приходят в основном примыкают к нам люди, которые понимают, что в западных так называемых церквах все потеряно, что нету веры, там фактически проповедь у протестантов это политика в основном, там мало что говорят о Боге, о Троице и так далее, нету разговора фактически. И у католиков немножко лучше, но в целом это тоже фактически это социальные организации, да, которые уже не обращают внимания на веру. Потом пост отменили все и римокатолики, которые последние еще были скажем лет 50 назад еще у них было, было какое-то понятие поста, теперь его совсем нет и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже, скажем, последняя капля, которая для многих переполняет чашу терпения, это однополые браки и прочее. Тут уже у многих понятно, что это уже не церковь. Владыка, вот у нас здесь есть такой момент ностальгии, кто-то ностальгирует по советскому прошлому, кто-то ностальгирует по империи, которая в 17-м году рухнула. Скажите, вот ваша паства, как наследница вот этой миграции, она ностальгирует почему-то? Нет. Нет. появляются люди из вот этой последней эмиграции, люди из Казахстана особенно, которые не отвергают советское время так, как мы это делаем. у меня на одном приходе разразился целый скандал, когда я в день 17-го июня, это был у нас раньше выходной день, потому что в 53-м году в этот день было восстание против советской власти в Восточной Германии. Я участвовал в этом, мне было 12 лет, но участвовал. И я рассказывал об этом. Мы так посидели, после литургии, чай пили, и эти люди были шокированы. Я понял, что там что-то неладное происходит, но я не мог это определить. И священник мне потом рассказал, что вот они были смущены тем, что я там рассказывал. Потому что они вот для них, хотя Сталин их выгнал туда, в Казахстан, и тем не менее, для меня непонятным образом, они почитают его великим человеком. Ну, я скажу, что в Германии никто не смеет сказать, что Гитлер был великий человек. Ну, я, например, в этом рассказе сказал, что Сталин и Гитлер это одинаковое зло, но это они совершенно не могли проглотить. Вот это такие вещи, которые для нас новые, новые для нас, что наши священники могут в тюрьмах посещать русскоязычных людей. Раньше у нас до 80-90-го года это вопрос было немыслимо. Ни один священник ни разу не должен был поехать в тюрьму, потому что русских там просто не было. Буквально, да, не было. А с 90-го года вот из этой бедной молодежи, которая там приезжает, они, многие из них потеряли свои корни, да, они выехали в таком молодом возрасте, что там они были чужие, здесь они чужие, да, там их называли немцами, здесь их называют русскими, да, потому что они между собой все играет по-русски и так далее. И так многие попадают в тюрьмы с наркоманством. Поэтому это теперь проблема, которая для наших священников совершенно новая. Вадыка, а что молодежь привлекает? Вот вы говорили о молодежи, о том, что нужно на нескольких языках, а что ее привлекает? Тоже поиск настоящей веры? Да, да. Бывают такие волны, это интересно, что иногда вот целая группа приходит вдруг из немцев коренных и ходят, ходят, потом принимают к решению. Однажды был один молодой студент в университете. Он каким-то образом собрал вокруг себя целую группу. В какой-то момент вызвали священника нашего, чтобы он им что-то рассказывал в университете. Он пошел и образовалась группа так человек пятнадцать, которые через короткое время перешли в православие, приняли крещение. Помню, первого мы крестили в ванне. Нас еще в монастыре не было никакого приспособления для крещения. В соборе мы купили большую бочку, а тут в монастыре пришлось в ванне его крестить. Один из двоя. Один из них стал священником, другой монахом. Иногда это один человек имеет такое влияние, такое можно сказать сияние, которое привлекает людей других. Мне вспоминаются слова владыки Антони Сурожского. Он говорил, что нельзя поверить в Царствие Небесное, пока ты не увидел на лице другого человека его отражение. Скажите, Германия, Англия, вы даже когда-то были великобританским. Наверняка какие-то связи были с теми, кто был в московском патриархате, может, владыка Антони Сурожского. конечно. И Шмеман, наверное, вы помните их, скорее всего? Ну, Шмемана я помню по Америке. Я с ним там встречался, владыка Антони Сурожского я встречал в Лондоне. Мы довольно регулярно встречались, чтобы обсуждать разные вопросы. Так что у нас такое общение было, конечно. Вадыка, вот вы как считаете себя человеком веселым? Не знаю. Просто вот вы говорите о монастыре, об очень серьезных духовных аспектах и вместе тем вот какая-то легкая улыбка она всегда присутствует по мере того, как вы говорите. Вот аскетика монашеская серьезность такая с улыбкой они вот насколько могут быть связаны? я думаю, что они всегда должны быть связаны. Если вот скажем типичное такое западное римно-католическое представление о монахе это человек, который не улыбается никогда, который ходит всегда с таким гробовым выражением, это совершенно не соответствует нашему представлению о монашестве. Монашество это прежде всего любовь ко Христу. И это исполняет радостью, когда ты знаешь, что ты чадо Христово. И что у тебя общение и с святыми, и с ангелами и так далее, все, чего там ничего гробового не должно быть. Владыка, как думаете, что такое человечность? Человечность это я думаю настоящая человечность может расти только на общении с Богом. Когда человек чувствует свое призвание быть образом и подобием, тогда естественно появляется человечность. Не наоборот. любовь к Богу растет из грубин сердца, из радости о воскресении Христовом. Вот это и тут на этой почве только может расти и человечность. Такое понимание человечности оно отличается, мне кажется, от гуманности. Да, глубоко. Просто вот интересно, ведь Европа она именно колыбель гуманизма, колыбель внимания к человеку. И есть люди, пусть даже неверующие, но много помогающие бедным, отправляющим гуманитарную помощь. И мне кажется, наверное, там, на Западе это более ярко выражено. Там большое внимание к людям. Знаете, мой отец Юстин Попович различал четко между гуманизмом и гуманизмом. Последнее это фактически то, что извратилось гуманизм в западном обществе. Это да, это социальная деятельность ради социальной деятельности, но не ради человека. Да, вот. Вот тут это фактически такое угождение себе, а не ближнему. То есть человек увлекается тем, что он помогает ближним, он хлопает себя по плечу, что вот сколько я делаю, как это хорошо, и это типично такой протестантский подход. Они действительно занимаются невероятно большими делами, но это пустые дела. У них нет сердца, у них нет настоящего содержания, это все вливается в какой-то материализм, материальная помощь, но не духовная, не душевная. Общество, оно делает запрос церкви на то, что церковь должна помогать, она должна жертвовать и строить, и она это делает. Но где та грань между гуманизмом и второе, то, что говорю. Гуманизм. Да. Та грань проходит там, где речь идет больше о материальном благосостоянии, чем о духовном. где это, скажем, где Марфа совершенно отделена от Марии. Да. Там уже нету человеческих. Когда они вместе, тогда хорошо. Одна слушает, другая работает. Хорошо. но когда это отрывается одно от другого, тогда это делается чем-то бессмысленным, бездушным, то есть. Это в этом разница, да, что душа человека отсутствует, а работает только ради тела. Владыка, вот поскольку наше время оно ограничено, все-таки мне хочется задать вопрос. Я читал ваше интервью, где вы говорили церковно-славянском языке, оно очень вдохновляет. И вот такой вопрос. Поскольку мы говорим о человеке, не отпугивает ли людей, которые приходят в храм, непонятность языка? Вот вы говорили о том, что служите и на церковно-славянском, и на немецком, и вот зачем вы служите на церковно-славянском, понять довольно непросто. Для кого, если те уже, они многие уже ушли в мир иной? церковно-славянский язык это одухотворенный язык, который был создан именно для молитвы. На нем, вероятно, никто серьезно не говорил никогда. Это не был вульгарный язык никогда. но всегда носитель молитвы. И поэтому мы и придерживаемся его, чтобы язык церкви не стал пошлым. Понимаете, любой живой язык несет в себе отображение того общества, которое им пользуется. Церковно-славянский язык для любого славянина настолько легко осваивается, когда он готов открыть свое сердце. это не вопрос понимания языка. Я могу вам дать псалтирь на любом языке, и вы на любом языке не поймете его. Отвок. Да? И смотрите, сколько написано толкования на псалтирь, которое никак и никогда не будет исчерпывающими. Да? Они всегда могут охватывать только какую-то маленькую часть того глубокого смысла, которое содержится в этой книге. русскому человеку привыкать к тем немногим выражениям, которые отличаются от современного русского, совсем нетрудно. Если он хочет. Если он упирается априори, тогда вообще с ним ничего не сделаешь. Тогда можно и на китайском, на эскимосском, милости просто. но это настолько богатый язык, что его суд никак не передать. Ни на каком другом языке. И я могу об этом свидетельствовать, потому что я постоянно занимаюсь переводами. Я председатель от имени епископской конференции в Германии, я председатель переводческой комиссии. Мы занимаемся переводами, ну, прежде всего, конечно, литургии, потом вечерний, утренний и так далее, и так далее. Сейчас в последнее время мы занимались именно псалтирью. и апсалтирь это основа всех наших богослужений. Они все черпают прежде всего из апсалтири. И поэтому это очень важная основа, которая лежит в наших богослужениях. и язык намоленный. Помимо того, предрассудки у современных русских людей растут прежде всего из-за того, что они не сразу понимают какие-то слова или грамматические обороты. Есть грамматические формы, которые надо просто раз навсегда выучить. И тогда все понятно станет. современный русский язык даже не понимает в какой огромной мере церковно-славянский язык присутствует в его ежедневном языке. В автомобиле у вас по-славянски охладитель. Правда? А не охладитель, как надо было бы по-русски. И так далее. Все техника черпает постоянно из церковно-славянского языка. Какой-то город очень часто называется Градом. Петроград, например. Совершенно естественно. Никто не считает, что это неприимлемо. Просто вы постоянно читаете литературу начала двадцатого века. Символисты, они черпали из церковно-славянского направо и налево. Все это был, скажем, Александр Блок. Постоянно черпает из церковно-славянского. Это везде присутствует. И опираясь на это, надо сказать, что русский человек не может правильно говорить по-русски, если он не знает хотя бы корни славянские. Он не может читать свою собственную литературу. Читайте литературу Достоевского, Толстого, читайте, все полно славянизмов. Поэтому борьба против этого, она безумная. Просто это может привести только к объединению русского языка. Владик, я говорю, что последний вопрос, но я вспомню, что мне дали наказ и не могу ослушаться. Вы уже несколько раз приезжаете в Казань и по весьма историческим событиям, первый раз, когда закладка капсул была, теперь на освящение Нижнего Храма. Скажите, вот в вашем сердце образ Казанской иконы Божьей Матери и сам город Казань, он занимает какое-то особое место? Ну, образ Божьей Матери для меня в Казанской для меня очень близок, потому, что во во многих семьях, которые я посвящал еще не будучи православным, висела икона именно Казанская. Храмы были построены Казанской. В моей партии сейчас два прихода, посвященные Казанской Божьей Матери. В одном она совпадает с Прокопием Устерским. Там и Прокопи в Гамбурге и в Любике, откуда Святой Прокопи происходил, там приходы посвящены Прокопию, но в его праздник и Казанская параллельно, да. Вот такие моменты, они конечно для меня значимы. Потом я в своей научной работе занимался много лет работом над творениями святителя Филарета Московского и много больше литературы я находил именно в не помню как он назывался вестный Казанской Духовной Академии или в общем журнал, который издавался в Казани. Там это был богатейший материал, который там я нашел. Так что это связь вот такая глубокая Казанская Академия Духовная конечно была выдающаяся, да, на очень высоком уровне и выдающиеся преподаватели были здесь, это конечно устанавливает очень живое связь. Владыка от всего сердца благодарю вас за беседу и вы знаете хотелось бы нам вам тоже также от всего сердца принести такой небольшой подарок. Дело в том, что здесь на Казанской земле похоронен архиерей, архиепископ Сергий Королев, который много-много лет служил как раз под амафором владыки Евлогии Георгиевского и был его духовным чадом и 50-52 год он служил здесь в Казани и здесь он и похоронен на архском кладбище. Вот у меня работа как раз была посвящена ему, его жизненное описание, мы даже с Анатолием Кенцлером у вас же в архиве работает или в Германии он тоже работает, с ним списывались, Анатолий Кенцлер с ним списывались, он тоже очень помогал и вот вышла книга посвященная владыке Сергию Королю он тоже пражский пражский да, он в свое время был венским и германским также вот здесь есть и фотографии так что если у вас наверняка мало сейчас времени читать но может быть здесь фотографии есть хотя бы это владыка от всего сердца на память о Казани обязательно немножко буду читать сколько смогу у меня много духовных чад было которые были воспитаны им в Праге в Праге была большая русская эмиграция между войнами и например отец родной отец моего викарного епископа он был духовным чадом пражского рода какая вот еще одна ниточка между Казани и Берлином Владыка хотелось бы на прощание попросить вас обратиться к тем кто нас сегодня смотрит с пожеланиями желаю всем провести великий пост с духовной и телесной пользой и расти духовно постоянно заботиться о своем возрастании церковной жизни всегда динамична она не может стоять на месте и мы или поднимаемся или опускаемся поэтому желаю всем чтобы они дальше поднимались ко Христу спасибо благодарю дорогие друзья сердечно благодарим вас за то что сегодня мы все вместе так посидели пообщались в гостях у нас было митрополит берлинский германский русской православной церкви за рубежом Марк спасибо вам спасибо вам владыка до новых встреч дай бог